Я человек, у меня есть права. Около 130 творческих работ уже поступило на республиканский конкурс, приуроченный к 20-летию принятия Российской Конституции, которая отмечается в этом году. Напомню, конкурс стартовал еще в сентябре по инициативе уполномоченного по правам человека в МРИЭЛ. В нем могут принять участие школьники, учащиеся в учреждении начального и среднего профобразования в возрасте от 6 до 18 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право самостоятельно выбирать удобную для них форму творческой работы. Одно из основных направлений деятельности уполномоченного по правам человека это пропаганда и просвещение граждан в области конституционных и международных прав и свобод человека. И, соответственно, этот год достаточно серьезный для нашей страны, год, когда страна отмечает 20-летие принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Данный документ достаточно качественно и серьезно отличается именно в области прав и свобод, которые декларирует основной документ страны от предыдущих Конституций Российской Федерации. Поэтому я, исходя из своих функций, естественно, не могла пройти мимо этого события. Поэтому мной инициировано проведение конкурса среди именно учащихся. Он может выбрать любую статью Конституции, которая декларирует именно права и свободы человека. Это вторая глава Конституции. И на основании ее написать либо сочинение, либо нарисовать рисунок, либо написать эссе в зависимости от того, в каком классе он учится. Конкурсные работы еще принимаются. Срок до 11 ноября. На данный момент больше всего работ пришло из образовательных учреждений Ешкралы, Юринского и Новоториальского районов. Именно победителей станут известны в День Конституции России 12 декабря. А жюри конкурса возглавляет председатель Конституционного суда Мариэл Александр Баранов. Ну а более подробно об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Республике Мариэл. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова